Слава нашему Господу, друзья, за сегодняшний день, за милость Господню, которая обновилась и в это утро для каждого из нас. Я уверен, что у каждого из нас есть за что благодарить Бога. Я хотел бы прочитать послание к филиппийцам, здесь интересные вещи записаны во второй главе, здесь не очень большая глава, давайте ее всю прочитаем. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы при именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди сраптивого и разрешенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. Но если я и соделаюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре посадить к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность, то есть это Тимофея, вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его от отчажа, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я пошел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника из-подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что дошел до вас слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Такая, в принципе, короткая глава, которую мы прочитали буквально за 5 минут. И после прочтения этой главы мне хочется задать такой вопрос. Вот у нас с вами создалась церковь, да? За последние пару лет отделились с нашей церкви другие церкви или группы, можно назвать по-любому, живут в других штатах Америки. Вот. Вопрос такой, на чем держится или из-за чего держится любая церковь? Вот мы каждую субботу с вами собираемся вместе славить Господа и думать о вечности, думать о том, как нам угодить нашему Господу. И так же самое и все церкви по всей земле, они собираются для этих же целей. И вот на чем, почему эти церкви не разваливаются, почему люди не разбегаются, почему они продолжают существовать? Ну, наверное, ответов можно дать несколько. Один из ответов будет такой, что люди одинаково понимают Писание. Это будет правильный ответ. Например, мы понимаем, что нужно собираться в день субботний, потому что об этом говорит Библия. Кто-то понимает, что нужно собираться в воскресенье, и поэтому они приходят в воскресенье. Вот. Второй ответ можно сказать, что в церкви присутствует Дух Святой, и именно Дух Святой содержит всех людей вместе. Это будет правильный ответ тоже. Я думаю, что если подумать еще, то можно найти еще несколько ответов, почему существует церковь. Но сегодня я хотел бы из вот этого списка, если это можно так назвать, я думаю, что можно было бы найти как минимум пять-шесть причин, почему существуют и продолжают существовать определенные группы по местной церкви, почему они продолжают существовать. Одна из причин записана здесь, в этой второй главе, и мы ее уже прочитали. Давайте прочитаем ее еще раз. Я прочитаю три стиха, начиная с первого, это же глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, здесь мы уже начинаем проходить по вот этому списку, по которому мы с вами сейчас говорили, да? У людей есть в поместной церкви, я просто беру любую поместную церковь, в данном случае нашу, есть утешение во Христе. У нас есть с вами утешение во Христе? Я думаю, есть утешение во Христе. Есть и есть отрада любви. Мы стараемся любить Господа, и я надеюсь, что мы любим друг друга. Если есть какое общение Духа, то есть у нас, и здесь дальше написано, ну давайте, общение Духа, то есть у нас практически одни мысли. Есть некоторые детали, которые, может быть, нас различают, но практически одни мысли. Если есть какое милосердие и сострадательность, то есть каждый член церкви относится к другому с милосердием и сострадательностью. И Павел говорит, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, то есть продолжайте это делать, будьте единодушны и единомысленны. И особо мне сегодня хочется сосредоточиться на третьем стихе, здесь записано так. Ничего не делайте, абсолютно ничего не делайте. По любопрению, что такое любопрение, как я понимаю это слово, это есть люди, которые любят спорить, вот они любят доказать свое. И они просто не успокоятся, как я с одним братом когда-то беседовал, он, как ты понимаешь вот это местописание? Ну я ему сказал свою мысль, он, конечно, старше меня лет на 20 был, сейчас он уже ушел в вечность. Я ему сказал свою мысль, как я понимаю это местописание, он говорит, а теперь послушай, как правильно. Ну окей, я послушал его точку зрения. И здесь вот написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Тщеславие это гордость, превозношение. И здесь дальше Павел пишет ту вещь, о которой я сегодня хочу чуть больше остановиться. Мы с вами проговорили уже несколько пунктов, из-за чего держится любая поместная церковь. И вы знаете, вот этот вот пункт, почитайте один другого выше себя, это очень важная вещь в жизни любой церкви. Если на сегодняшний день каждый из нас, я не говорю, что этого у нас в церкви нет, потому что те, кто слушает онлайн, кто не присутствует физически в нашей церкви, я хочу вам сказать, так как наша церковь существует, я обращаюсь к тем, кто онлайн сейчас, это значит, что у нас в церкви есть любовь и есть почитание друг к другу. И это слава Богу. И Павел пишет, говорит, продолжайте в этом же духе, продолжайте почитать один другого выше себя. Я хочу сказать, что это одна из вещей, как я уже сказал, из-за чего держится любая поместная церковь. Как только в церкви, если начнется превозношение, только начнется какое-то тщеславие и непочитание другого выше себя, эта церковь развалится. Реальный случай, не буду говорить, кто, где и что, в одну церковь из другой церкви перешел брат. По каким причинам, не знаю. По прошествии какого-то времени он пробыл в этой, скажем, новой церкви, уже приличное время, и заметил непорядки в служении, нужно было кое-что изменить, нужно было что-то исправить. И начал давать предложение, как это лучше сделать. И он действительно давал хорошее предложение, правильно. Но один брат, который был уже давно в этой церкви, возмутился, говорит, перешел в другой церкви и тут уже пробует брать власть в свои руки. Вы знаете, я считаю, вот такие высказывания в любой церкви, они просто недопустимы. Они просто недопустимы. Они полностью противоречат этому месту Писания. Почитайте один другого выше себя. И скажите мне, пожалуйста, возможно ли почитание другого выше себя, если мы не унижаем себя самого? Это возможно? Это невозможно. Почитание другого выше себя возможно только тогда, когда ты смиряешь сам себя. Когда ты унижаешь сам себя. Иногда молодежь подходит ко мне и говорит, вот почему в церкви не разрешают в джинсах проходить. Знаете, особенно молодежь, выросшая здесь в Америке, такие высказывания у них, которые даже из-за кафедры неприлично говорить. Мол, это глупое решение и все остальное. То я таким обычно отвечаю, а ты проверь, что у тебя сейчас в сердце. У тебя есть почтение, пусть в данный момент к пасторам, к ихним решениям или к братскому совету, неважно. У тебя есть почтение, у тебя есть, ты смиряешь сам себя. Вот здесь дальше написано, речь идет дальше о Христе. Тут Павел пишет 5 стих. У вас должны быть такие же чувствования, как во Христе и Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение. То есть, в принципе, это нормально, что Христос равен Богу. Как здесь написано, не почитал хищение, а быть равным Богу. Но что он сделал, Христос? Христос смирил себя самого. Вот это то, что сегодня каждому из нас нужно. Павел говорит, продолжайте это делать. Продолжайте стоять в этом, в том, чтобы почитать один другого выше себя. Одного брата, это было большое объединение церквей, это реальный случай, и его братья послали проехаться просто по церквям, это большая территория, посетить церкви, посмотреть, как у них идут дела, как у них духовное состояние. И это были у него бесконечные переезды с одной церкви, потом в другую церковь, в третью церковь. И везде его просили участвовать в служении, проповеди, там какие-то беседы. И он просто физически уже, как говорится, вымотался, есть такое слово. И говорит, еду в следующую церковь на поезде, вставать нужно было с поезда выходить. В 4 часа утра поезд останавливался на какой-то маленькой станции деревенской такой. Говорит, выхожу в 4 часа утра, никто меня не встречает, а должны были встретить. Говорит, все люди уже разошлись, пустая эта площадка, говорит, я стою, думаю, может быть, я не там вылез, так вроде по времени правильно, и поезд уже ушел. Говорит, смотрю, идет какой-то дедушка по этому, по перрону, по этой площадке, молодежь не знает, что такое перрон. Подходит к нему, называет его по имени, говорит, вы такой-то, такой-то? Он говорит, да. Говорит, ну, меня братья поручили вас встретить. Говорит, у нас много братьев, говорит, в церкви, у них у всех машины есть, говорит, но они все настолько, говорит, устают за день, что просто так, как вы приехали 4 утра, то мне поручили вас встретить. И здесь, говорит, идти недалеко, всего лишь 4 километра, говорит. И он, говорит, я с этим чемоданчиком, говорит, по этим камням, не по асфальту, говорит, иду, говорит, я уставший. А дедушка, говорит, очень рад, что он со мной встретился, и у него бесконечные беседы. Он говорит, я рад, что мы придем домой, и я смогу с вами побеседовать. А говорит, в 4 часа утра, в 8 часов, или в 9 часов собрание должно начинаться. Говорит, наконец-то мы прошли эти 4 километра. Говорит, дом старенький, а он говорит, а я такого роста, ну, высокого роста. Говорит, заходим в этот дом, у меня вообще не было желания вас смешить абсолютно, я просто рассказываю реальный случай. Говорит, захожу в этот домик, и, говорит, я такое состояние усталое, говорит, я не заметил, и об эту перекладину, говорит, как ударился головой, просто искры полетели, как говорится, с глаз. Говорит, ну, перетерпел, зашел в дом, сел, дедушка говорит, ну, вы можете скупаться, повел его, а там, как у нас в Америке, говорит, шаур отгороженный, шаур-то отгороженный, но сам шаур находится в проходной комнате, через него несколько раз, говорит, пока я там постоял, несколько раз бабушка прошла через эту комнату. Говорит, ну, я шторку задернул, в костюме постоял там, просто не купался, ничего, вышел оттуда, чтобы дедушка подумал, что я воспользовался его шауром. Ну, говорит, спасибо этому дедушке на том, что он разрешил мне час-полтора проспать, говорит, полтора часа проспал, говорит, встаю и думаю за самого себя, а кто ты такой вообще, чтобы тебя встречали? Вот ты обиделся на братьев, что тебя не встретили, не привезли тебя на машине, что тебе пришлось пешком идти, идти четыре километра, вот, и вся эта усталость и все. Кто ты вообще такой? Да, это был брат-служитель. И мы, как простые члены церкви, должны их обязательно уважать и почитать. Но сам этот служитель лично к себе начал себя смирять, чтобы относиться к другим братьям с почтением и чтобы почитать их выше себя. Сегодня это очень важная вещь для каждого из нас. Я хочу обратиться к молодежи. почитать и уважать всех пасторов нашей церкви. И если принимается какое-то решение, оно не принимается просто, что кому-то что-то так захотелось. Это долго обсуждается, этот вопрос решается на братском совете. И если этот вопрос вынесен, значит, он достоин уважения. Мне всегда нравится пример, который я уже не раз проводил в прошлые разы, когда был на этом месте. Давид, когда царь Давид убегал от Авесолома, и там один человек шелки дал камни, помните все, да? И говорил, иди там кровопийца и все остальное. И один из его воинов говорит, я пойду и отрублю ему голову. Да какое он имеет право на царя говорить такие слова? А Давид говорит, оставьте его в покое. Может быть, Господь презрит, там не помню точно слова, или на унижение, или на смирение, да? На унищижение, да. То есть есть вещи, которые Бог обязательно в каждом из вас заметит. И смирение, то есть почитание другого выше себя, это такая вещь, которую Бог обязательно заметит. Обязательно заметит. И вы, любой, почитающий другого выше себя, любой, который относится к другому с уважением и с почтением, имеющий вот это вот смирение, вы получите большое благословение в жизни. Что такое благословение в жизни, как-то поговорим, если Господь позволит в другой раз. Но на сегодня почитайте один другого выше себя. я уже буду заканчивать, но хочу прочитать еще одно место из Библии. А как вы думаете, а на чем держится любая семья? Любая семья, на чем она держится? Ну, кто-то скажет, на любви друг к другу. Правильно. Вот. Много тоже можно проводить, как бы создать список, на чем держится любая семья. Но если я, конечно, скажу, что в семье, в отношениях в семье почитать один другого выше себя, то, наверное, у братьев будет после собрания ко мне много вопросов, потому что братья склонны мыслить, что жена должна быть в беспрокословном подчинении и, ну, все в таком духе. Особенно есть братья, которые приехали из определенных таких мест с бывшего Советского Союза. Вот. А давайте прочитаем, что об этом говорит Петр. Третья глава. Я уже буду скоро заканчивать, буквально через несколько минут. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемые были. Этому можно проводить много примеров, когда жены верующие, имея неверующих мужей, ведут свою жизнь настолько свято и праведно, что их не мужья, просто видя вот это вот действительно святое поведение, они каются перед Богом. Так же, чтобы те, без слова приобретаемые были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. То есть, здесь явно говорится сейчас к женам о том, что они должны почитать своих мужей, они должны повиноваться им. Я вот думаю, почему Бог сделал так, что жена должна повиноваться мужу, семье? Вы знаете, Бог сделал очень правильно. Есть, можно много других мест в Библии приводить, сейчас у нас нет на это времени. Просто те, кто уже женат и замужем, со мной согласятся, а те, кто еще не женат и не замужем, они послушают. Есть в жизни ситуации, когда интересы мужа, интересы жены, ну просто сталкиваются, как говорится, лоб в лоб. Есть такое выражение коса на камень. То есть и камень рубится, и коса портится, вот все. То вот в таких ситуациях Бог говорит, жена доповинается мужу. Если жена видит, что муж вот так и все, жена обязана повиноваться. Она должна, как говорят, сдать назад и предоставить мужу возможность принимать решение. Какое-то решение, не знаю, это в жизни очень много ситуаций. Например, ваш муж решил переехать куда-то в другой штат, а вам абсолютно не хочется туда ехать. У вас мама с папой здесь, сестры ваши, братья здесь, и вы с ними общаетесь, а муж куда-то собирается ехать, и у вас тяжелая ситуация. У вас всегда есть возможность молиться. Я к сестрам в данный момент обращаюсь. У вас всегда есть возможность молиться в любых ситуациях жизни. И есть такое выражение в Библии. Даниил говорит, но есть на небесах Бог, который решает все вопросы. И если в глазах Бога решение вашего мужа неправильное, поверьте, Бог с вашим мужем поработает. Он с ним поработает. Но если вы молились и ничего не изменилось, и ваш муж также собирается переезжать, тогда собирайте чемоданы. Другого выхода у вас нет. Но здесь мы давайте прочитаем дальше. Тут мы все прочитали шесть стихов к женам. Седьмой стих. Так же и вы мужья обращайтесь благоразумно к женами, как к мощнейшим сосудам. Я дальше не буду читать. Оказываем что? Честь. А что такое честь? Как это оказать честь жене? Вот допустим у нас есть пара одна в церкви. К сожалению я не такой. Надо мне тоже в этом вопросе как-то исправиться. Я всегда наблюдаю когда они выходят в собрание. Он подходит к передней двери открывает дверь и они уже лет 30 наверное 35 вместе прожили. Посадил жену закрыл за ней дверь обошел с другой стороны. когда это еще там свадьбы не было то ну смотришь думаешь ребята подождите пройдет лет 10 посмотрим на вас. Но когда уже 35 приятно смотреть. Оказывает ей честь. Вы знаете есть мужья есть много ситуаций где нам нашим женам нужно оказывать честь. И они имеют естественно право голоса. Они имеют право высказать свое мнение. Я не говорю принимать какое-то решение это вы будете там сами разбираться. Но мы мужья должны оказывать им честь. И дальше интересная вещь вообще очень серьезная вещь дальше написана. Оказываем честь как сонаследницем благодатной жизни. Я не думаю что благодатная жизнь это за землю речь идет. Мне кажется что это речь идет о вечности. Может я не прав но пока что думаю так. И дальше написано дабы не было вам препятствия в молитвах если муж не относится к жене с честью конечно жена тоже должна иметь свой как говорится как правильно выразиться должна знать линию куда нельзя переходить правильно на так да вот но если муж не относится к жене с честью оказывается он такой вроде бы святой праведный все стал на молитву молиться никакого ответа не будет на вашу молитву на мою молитву в таком состоянии ответа от бога не будет дабы не было вам препятствия в молитвах бог просто такую молитву не слушает даже жена там плачет в другой комнате а он святой пришел стал тут возносить господу благодарение бесполезно жене честь окажи сначала примирись с ней вот чтобы у вас мир был в семье а потом бог станете вместе на молитву бог вас услышит почитайте один другого высшим себя как я уже сказал раз наша церковь существует у нас есть это и слава богу и павел пишет продолжайте в том же духе продолжайте почитать один другого высшим себя пусть жена продолжает уважать своего мужа пусть муж продолжает оказывать честь своей жене и уважение к ее мнению к ее интересам к ее мыслям и вот тогда наши церкви будут еще больше крепче наши семьи будут крепкие и во всем у нас будет наши молитвы будут услышаны у нас будет во всем благословение давайте об этом помолимся спасибо Субтитры создавал DimaTorzok